здрасте всем привет 23 01 2021 от рождества христова день субботник все не в эту экспедицию а вот в туда бы т.в. сходил с утра все все мне там переделали то что я хотел можно выдвигаться друзья хочу представить вам еще одну крутую мобильную игру рейд shadow of legends исследуйте миллионные комбинации чемпионов и овладеваете бесчисленными тактиками сражаясь с рейдовыми боссами проходя подземелья сражаясь сюжетных кампаниях имея сотни артефактов для экипировки и более 500 чемпионов наделенные уникальными навыками в игре существует 16 различных фракций такие как орки гномы как по мне самые сильные это оборотни также синг легенда шарка райт недавно выпустила самое большое обновление роковую башню это гигантская башня со 120 уровнями множественными секретных комнат и их испытаний и 12 серьезными крутыми боссами с которыми предстоит сразиться вдобавок ко всему райт только что выпустил кучу потрясающих новых чемпионов и в этом месте и будет еще больше и теперь в игре более 500 чемпионов поверьте там найдется чемпион для каждого друзья каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал прямо сейчас переходи в описании под видео качай рай только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи ключ кланового босса запас энергии один день ускоренной прокачки 5 загадочных осколок 50 рубина 50 тысяч серебра а также крутого чемпиона палача в качестве бонуса поторопитесь бонус будет доступен только следующие 30 дней удачи по хитрому выезжать чтобы сюда в сторону варшавы не уйти и круги здесь не рисовать на следующем поверните направо она варшаву далеко ехать разворачиваться так вот там выезд есть все таки предыдущие знания не подлились что здесь есть эти экспедиции что здесь можно вот все эти вопросы порешать единственное что я я тут в принципе то никогда не ночевал может быть раз от силы там я не знал что он платный здесь этот паркинг на следующем повороте резко поверните направо приехал вчера сейчас женщина наговорится ехал вчера стал покушал зашторился спать лег нет никого все нормально ё-моё в пол второго ночи стук в двери что случилось выгляду стоит пилитер панф паркинг платный чеба платить спросу не понять не могу думал куда его послать на или в посреди ночи я сколько 15 полез а у меня копейками на злотых 8 налички вообще нет а чтобы без дала надо одеваться на заправку я группа я там через четыре часа вставать собираюсь я это скажу заплачу нет чеба на стекло там прикрепить какой-то квиточек что-то оплачены шеф приедет меня ругать будет что делать пришлось вставать пол второго от ночи одеваться слава богу что еще там потом вторая причина появилась по которым в принципе не обидно было подыматься заодно и по ней прогулялся сходил заплатил пришел у правда уснул думал уже не уснул необычно если уже сон прервал уже все я после этого не могу не нормально заснул и так и так сладко до 5 утра спал сети с 8 там 5 поднялся вот опять свои дела там вот отдал отдал где-то в начале 9 немножко занят короче сейчас время без 10 10 все ездили белосток вот тут проходим белосток пойдем на кузницу не на бобрый как мы обычно ездим а пойдем на кузнец решили попробовать через кузницу проехать это сейчас по белостоку немножко по другому как сторону литвы а потом там направо на кузнец и пошли сейчас посмотрим кстати здесь шильда чё там у нас рисует с этими с временем ожидания вот это бип бипкать не забывает это же сейчас перед билостоком по моему еще одну того нужно ну и ого бобровники 22 часа кузница 14 часов кукуруки 6 нифига ся там коллеги обалдеть может на привалку рвануть сейчас этот вопрос по вентилировать слушается 14 часов токов и два сутки только ожидания в бобрах на привалку думать надо сейчас пока буду ехать без восток пускай посмотришь что в привалке там то не должно быть машин хрен с ними с этими лишними километрами развал литовский есть все чем так стоять сейчас мы это дело провинцилирует обалдеть можно просто нифига такая колеям пускай то лишние километры там за дороги заплатить ну так вот больше суток потеряем по времени выиграем по времени надо только узнать этот вопрос пускай на часто часу пока белосток прохожу по вентилирует любимый наш ашан сегодня не пойду заряжать ничего не надо поэтому заезжать мы сюда не будем и так время не потеряли с этими переделкой документов еще час терять так зайдешь вот либо ничего не надо на кругленькую сумму все равно там денег оставишь поэтому едем сейчас там уже гуглят ну по-любому попробуем поехать туда потому что но я в прошлую субботу выходил там вообще никого не было на привалке от слова совсем какой прикол ехать сюда стоять в этих колей как здесь сутки терять больше тут за смену не пройдешь нужно будет отстой еще делать двое суток оставишь только чтоб границу пройти лучше лишний километраж проехать мне так кажется и по времени выиграть во всяком случае попытаться можно хуже не будет я так думаю сейчас мы в любом случае уже на бобру мы точно не идем 22 часа чуметь можно сейчас проходим вот сторону уходим в сторону литвы кузницы брусгов и вот сейчас может придет что нибудь скажу однозначно не хрен тут ловить отсюда вот четыре с половиной часа вот с этой шелки до привалки добежать без ну до этой для заправки которая там перед границей я мысли что надо пробовать туда ехать свою мысль я на офис озвучил сейчас подождем чё нам ответить даже ехать в 22 часа в бобры это просто вот вы представьте туда приедешь 22 часа оттолкаешься это 15 часов за общее время закончится ты потом еще девять часов пауза в стоишь еще оттолкаешься потом как границу продажи опять время выйдете еще раз надо паузу стоять по ее поэтому едем 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 куда мы едем наверное ездил сторону литвы то уже я думаю так процентов 95 ну вот направо здесь на кузницу все едем прислали что ну привалку с литовской стороны рай горцы как он не показывается но следующий который идет отсюда туда сторону севера переход в биняку не там один час показано ну и все в общем не сказали ездить едем на привалку я думаю что там должно быть все все чинчинарёк если даже читам 3 4 5 часов мы потеряем но это же не 22 часа как здесь поэтому держим путь на литву не знаю этот риф он уже всю печень выклевал польский пузырьский в населенном 40 едет за населенным 60 65 обогнать очень сложно здесь такое участок дороги такой паскудный дорога я на это право-влево сплошная ну и плюс поток машин идет с литвы большой я просто не знаю уже колейка за мной так до белостока собралась нет никак ничего не торопится чувак никуда потихонечку себе ей балдето ясочка пошла в общем будем сейчас пройдем этот населенный выйдем на оперативный простор надо что-то пытаться как-то его может пошалить где-то или что-то он совсем не хочет ехать засыпает он там или что он грузовыми запрещен по-моему вообще всем обгон запрещен не только грузовым судя по разметке здесь досувалок вот этот участок он такой в плане езды такой тяжелый тогда я ночью шел сейчас и ранним утром сейчас наверное на четыре с половиной до границы я не найду такой скорость с которой мы едем я там где-нибудь в литве тормознемся в лесочке в каком-нибудь там такие мелкие заправочки встречаются зданием пообедаем гуслитами ехать границы это обгон грузовикам запрещен забита у них этот граница и напрямую хотят завести и отделки тут напрямую нельзя оси метро памятник можно такой какой-то такой левой дорогой приехать туда но не нужно а видно что груженый не сильно потому что вот в курочку еще и он от меня отрывается как бы не запрещено грузовикам направо но я не знаю не будем мы придумывать велосипед потому просто там где-нибудь во что-нибудь на следующем повороте поверните на право и грузовикам отбуд запрещен короче будем мы ехать дальше за ним здесь мучиться мучиться нельзя его тут никак обогнать не получается знаками все завешено обгон запрещен полицаи тут шныряют туда-сюда будем за ним ползти на следующем повороте поверните на право куда направо куда куда маша не поедем и короткими дорогами пустел разворачивать сейчас будет не хочется и переделывать автобусы грузовик стоят потом пересчитать до литвы доедем пересчитаем даже до сувалок наверно доедем пересчитает он дашка уже пересчитала вроде бы на эти посмотрим до пересчитал 183 километра мне выдает еще предлагает он туда съездит развернуться сюда еще электронные будет разворачивать может я выключить вообще чтоб мост не выносила или пускай лобочий ткать будет на кого поругаться школа по субботам не учится наверно субботу тоже предлагает туда заехать какие люди с россии грязненькие едут прям как мы когда сюда ехали суши пан ты бы не хотел быть и нибудь покурить стать а не хочет он курить не курит говорит разогналась еще населенно не кончился мужа 70 разогнались ничего себе банк что случилось у меня услышал струкать и и вот видится то опять грузовикам обгон запрещен ничего здесь ерундой заниматься все таки шикарную штуку сделали это объезд сувалок конец того нашего поляка обижали насколько время экономится тоже в этих сувалках постоянно на этих светофорах а сейчас чуть на колечки повернул все в общем то тут уже и граница то принципе совсем недалеко машка говорит что надо немножко короче еще поехать поехали по старой схеме она разворачивает засранка да 14 наверно уже 14 тоже наверно до границы нет я не помню примерно не могу точно сказать но немного до литвы нам осталось совсем чуть-чуть так как южики в тумане мы практически до литовска на польско-литовской границы они практически а очень сборки спустимся и впереди граница будет ну условная как границы мы как всегда между евросоюзом назвал у меня литовский уже заполнен единственное что нужно остановиться ну время вписать еще виска виска с польской с польской стороны с литовской я там какое-то название написал даже не знаю как называется короче тут ремонт у поляков туманище нифига не видать видимость метров пятьдесят наверх но как и живут со своей стороны все разворотили или они дают суету срезают или на боюсь что они будут делать это пора что-то строят нет но срезать то наверное вряд ли наверно что-то строят что тут с польской стороны у нас таможенники стоят служба цель на вот и транспортники с той стороны он стоят и пограничники с этой стороны стоят много всех сегодня нифига себе какой он длинный на трамвай этот привез ну а мы в литву въезжаем с литовской стороны тоже сейчас могут тут стоять в принципе наверное возможно у нас дозвол заполнил суду когда-то не вписано сейчас время вернее сейчас 1310 сейчас уже тормозим сиденье быть спешим вы пишете допустимую скорость так у свекам только направо направо значит направо если честно я отсюда в литву въезжаю первый раз в этом у коллега даже падешься по прямой пошел мы ладно сейчас тут тормознусь пишу этот как его время и поедем дороги у меня уже оплачены можно ехать будет дальше спокойно время впишем буквально вот и поездим литовские погранцы тут перемещение у них запрещены там между стран погнали по литве полет на что будет недолгий плане я имею ввиду быстрой езды все сейчас мы уже через один кулометр сваливаем с центральной дороги опять а на каунас ведет на латвию на эстонию а мы сейчас вот поедем козьими дорогами на нашу привалку вот сюда вот на алытос ну и там под ревням сейчас тут будем скрепстись добро-добро вот на алытос нам надо 60 километров ну и после него там там не рисует 90 но что-то мало ломута кантра 140 должно быть а может 90 на 90 2 80 литва как вымерла у них эти перемещения запрещены ну вот не катаются так на маленьких но вообще перемещение запрещены кальвари там как съехал с автобана полицаи стояли уже сейчас вал это все тоже будут стоять на улицах никого нет практически но он кебабом торгуют видите нужно было остановиться пойти кебабочка купить но у нас еще там домашние припасы остались как раз там баночка картошечки с поджарочкой наверно мы сейчас в этом как раз в алытоси остановимся покушаем отблю зальем а то у меня там лишнее едет в канистрах кто его знает я на этом переходе не был назад будут опять кричать что много много кто его может не будет не знаю разворачивает возмущается говорит короче дорога есть а тогда такое знаете не очень такой тут чувство такое вот нехорошее вот этого что людей нет движения никакого все по квартирам сидят по домам чё это дает и черта понять не могу до меня до сих пор дойти не может какой в этом всем смысл как и говорил он по ходу стоят с этими к видными перемещениями а полиция у нас они не трогают легковые это понял они убирают видно собрались съезжать шоу убирать походу на обед туда два часа дня 2 15 пора ехать обедать лучше снять чтобы не сляндели на внимание продлили эту заразу мактаун а уже вернется как было уже не будет как было никогда нас уже приучили к этим намордникам так далее и тому подобное ну а мы чего вот лежачих полицейских едем собираем как населенный пункт вот пожалуйста но не такие серьезные полицейские такие толстенькие и да мистически спросить а он здесь нужен и так подумать все дома вот слева стоят справа вообще тут ну какая-то халупа стоит хотя нет и дорожки есть стоят тут домики и один вот как и все больше нет ничего справа нафига здесь уже тихо-тихо подожди да я проеду нет там полицаи стоят сбросит тебя куда ты едешь ну так-то решение правильное ограничить скорости в этом населенном пункте хочешь не хочешь сбросишь за бортом плюс один неделя назад здесь было минус 24 вот именно здесь все поехали в этот вал это с 70 километров отсюда остается салтыцы как раз так 60 километров полицаи поехали обедать и нам пора сделаем все свои дела приготовимся к границе и сразу же чтобы уже на границу ехать если память не изменяет на выезде салытоса должна быть заправочка там мы пришвартуемся тоже типа какого-то знака висел это желтая такая табличка и якобы по прямой через завод из грузовикам нельзя надо как бы объезжать тут кольцо только что было по кругу но именно самого знака движение грузовиков запрещено я не заметил а в этой желтой табличке это информационная не запрещающая это просто информационная тем более он все едут с той стороны такая же была когда сюда ехал 64 остается до границы вот по-моему то ли сейчас то ли чуть дальше с правой стороны заправка по-моему здесь нет вот какая то есть есть там место где на грузовике заехать на поле нет нет не здесь значит дальше сейчас найдем короче где стать специально вот еду не спрашиваю машины то идут навстречу немного но идут не спрашивают про привал приедем сами все посмотрим что там нас ждет но я не думаю что нас там ждет дикая колейка на 22 часа как в бобрах посмотрим если там очереди не будет то в принципе можно взять на вооружение такой момент а это дороже все зависит от того как считать потеря двух суток тоже вариант такой не айсовский поэтому может проще заплатить за лишние 300 километров и 12 евро за за дороги литовские ну все посмотри как туда приедем когда сюда я зашел на белоруссию там каких-то два автовозика маленьких электрик там на границе было все вообще никого не было было ровно на неделю назад тоже в субботу если сейчас такая же будет картина то что гадать приедем узнаем и сделаем соответствующие твой воды вот какая-то заправка может здесь можно стать в магазине есть ай не буду сюда съезжать должно быть еще с правой стороны не может быть такого не здесь дальше где-то будет нет тогда еду до этой мне в принципе хватает времени подойти вообще-то чё я мучаюсь поехали уже до этого самого не хватает время до плюс киненкая там вот эта вот заправочка где ночевал действительно на нее съеду встану там свои дела сделаю и поеду на короче будет место заедем нет тогда ездим куда просто я чё-то уже я сам хочу жиру так позвоночник уже проливая сегодня что только завтрак попил во время то уже далеко обеденное Туда это еще почти час. А кушать что-то уже совсем охота. 30 ограничения. Давайте поездим. 30. Будем чтить уголовный конекс. Нифига тут 30. О, слышите, журчит. Все. Передул солярку. С дополнительного в основной. Литров наверное 150 у меня там еще не мерил. Ну нормально, короче, хватило. Все, от блю тоже залил только что. Все тут у нас в порядке. Там что-то на заправке, там воды столько, тут болото какое-то. Вот выехал на выезде. Все равно никто не ездит. Ну вот я сколько стою, тоже паузу открутил почти час. Еще ни одна машина в сторону границы не прошла. Кстати, и со стороны границы тоже. Поэтому Что-то мне подсказывает, что у нас там все будет хорошо. В плане отсутствия колейки. Что, скоро узнаем. Через 60 километров узнаем. Все, можно заводиться и выдвигаться. Да? Кормилица. Поехали На родину заходить. Ну не на твою, конечно, на мою. Туда. Машина-то тут красивая. Первый раз. Сто метров едите на дорогу с круговым движением, а затем с едите используя второй съезд. Первый раз буду выходить здесь. Никогда через Друзкининка мы через этот райгородц. Рай. Рай. Короче, Примерно так переход называется. Ни разу не выходил. Сейчас мы и узнаем через 8 километров. Стоила ли овчинка той выделки. А до гроб на 38. 8,3 километра. Ну что, мы тоже, оказывается, обманулись. Здесь тоже есть колейка. Все-таки я думал почему-то, что тут ее не будет. А она есть. Сложно сказать, насколько это по времени. Но длина колейки. То есть это до самой границы. А нет, в принципе, вон уже въезд. А какой тут еще? Короче, я сейчас пойду спрошу. Может быть, тут люди опытные. Я думал, что тут никого не будет. Мы ошиблись. В общем, я сходил, спросил. Коллега говорит, часов на 6. Здесь колейка. Ну, это минимум. Ну, 6 не 14, не 22. Согласитесь, все равно. 6 так 6. Уже будем однозначно стоять, пока не пройдем. Ну, я не ожидал. Ну, уже, вон, видите, ну, как бы разделение полос начинается впереди. Ну, до въезда километра полтора. До въезда на переход. 6 так 6. Куда деваться? Суббота. Суббота всегда так. Суббота, воскресенье. Всегда колейки. Надо приезжать на границу во вторник. Никого-нибудь. Будем загорать. Девчонка здесь за рулем. Вот этого. Маленькой этой. Ну, она это. Первый раз здесь едет. Ничего, говорит, не знаю. Вот. Так, время. Время у нас. Время у нас. Время. Время уже. Берем белорусское. Без 26. Ну, посмотрим, во сколько мы отсюда выедем. Почему у нас тут полиция приехала? Тут впереди сужение. Вот. Коллега на сужение там. На фуре тут вот три маленьких стоят. Трехтонечки эти там. А впереди польская машина. Беларусь за рулем. Он на это сужение заехал. Ну, и все к нему так, как мы стоим. А погранцы ехали. Говорит, сдай назад. Типа нельзя на сужение стоять. Ну, он начал сдавать назад. А тот ему что-то там и сигналил. И до дела в рацию кричал. В общем, он ему прицепом капот немножко подогнул. Ну, полиция приехала минут за 20. Вот. Минут 20 назад мы там стояли толпой. Как толпой втроем. Полицию парнишка вызывал. Ну, что она маленькая. Ну, 20 минут. Друзьки не нкают. Быстро, близко. Вот. Приехали без проблем. Сейчас там зеленые карты оторвут туда-сюда и все. Где лофт? Я думаю, на 15 минут. Ну, а как бы граница вот нам там. Просто отсюда ничего не видно. Получается. Не знаю, вам отсюда тоже ничего видно не будет. Как бы вот поворот дороги. И там уже, можно сказать, метров 200, наверное, 300 и въезд на границу. Что-то они тут светят. Полицаи там бегают. Вот такая мелкая неприятность. Вот как бы пошла продвижка. Сейчас не знаю. Дадут добро проехать мимо, не дадут. Влезу я там, не влезу. Вот так вот, маленький на смоленских номерах. А я сейчас посмотрю. И вот впереди там фура вот польская. Полицейский пошел смотреть, по-моему. Ну, наверное, проеду. Я смотрю, там маленькая побежала вроде как далеко. Наверное, можно подъезжать. Пицейский. Не знаю, пошел куда-то. Я думал, он пошел сказать, можно подъезжать или нет. Пока не будем, значит. Ну, по-моему, все. Разобрались они тут. Простояли почти час, наверное. Крутите вашего битака, не сжайте. Не вписываются даже, ничего себе. Такой город маленький. Вот, видите, здесь вот сужение. Вот. Вот он сюда заехал. И по Гранзе его прогнали. Начал сдавать назад и... На одиночке этого... Немножко под... Подвижка небольшая пошла. Подмял капот. Так, что здесь у нас? Ну, в общем-то, граница. Не, наверное, поедем мы все-таки ее проходить сегодня. Но она уже... Оля, проси, ты возьми за Сан-Паулу. Да. Не будем мы уже паузу крутить. Время у нас еще есть. Короче, будем проходить, чтобы уже на своей прошедшей границе уже после этого становиться на отстой. Готовьтесь к прямому паузу через 900 метров. 2.30 по Москве. Мы заезжаем на границу. До конца общего времени осталось 12 минут. Вот так вот. Хотел спать лечь перед границей, потом думаю, нет. Пройду. Тогда лягу. Ну, что делать? Будем проходить с нарушением. Уже распечатался. И какой тут процесс. Наверное, туда подъехать надо потом и все оформляться. Ну, наверное, пока эти тут стоят. Видите, у них один канал только работает у литовцев. 20 минут четвертого. Переезжаем к белорусам. Не знаю, я посмотрю, что сейчас, как будет у белорусов, но, по-моему, у вся затяжка в литовцев. Очень долго. Один канал. Не спеша. Сам-то процесс оформления-то занимает 3 секунды. Посмотрим, что сейчас тут в Беларуси нам скажут. Интересного. У нас еще. Все-таки вот не зря колесико подкатывали в этом. В Германии. Сейчас вот стоял. И там по влаге проехал. И слышно, что шипит. То есть пузырьки идут. Не видно, где-то темно. Но слышно. Будем искать, что на монтаж. Завтра. Что нам здесь сейчас расскажут интересного. Балетник открыть-то. Все дела. Начнется. 4.20. Все, мы выезжаем. До первой же стоянки, где можно ночевать и спать. Ребенетесь. У беларусов меньше часа. Все, дело заняло. Короче, тут все это дело все-таки держат литовцы. Еле-еле душа в теле, еле работает. Колесико слегка спускает. Ну, совсем слабо. Ну, посмотрим. Ну, в любом случае. Либо, ну, уже сегодня в Гродно заедем. Сегодня воскресенье. Либо завтра в Минске. Если будет нормально, может, до Минска поеду. В Минске сделаю. Вот она на въезд. Сегодня, смотрите, какая колья. Неделю назад не было никого. А сегодня вот субботы на воскресенье. Видите, что здесь делается? Это вот этот ряд, который стоит на заезд. А там еще стоит второй ряд, который спит. Здесь подъезды, объезды, переезды. Кто где спит, непонятно. Короче, едем и мы спать. Я уже пока там в колейке стоял два раза засыпал. Вроде сижу, вроде смотрю. Вот, видите, а это еще все, все это все. Вот утром сегодня влезет в колейку. Все начнут выезжать с обочины. Смотрите, какая будет колея. Вроде сижу, вроде смотрю, все нормально. Коллега приходит, будет, говорит, давай, вставай. Спишь. Все, поехали до первого же места. Сейчас, не знаю, тут через 800 метров. В принципе, уже полпятого можно остановиться и спать, наверное, здесь. Мне уже никакого желания вообще никуда ехать нет. Сейчас я посмотрю, если там машины стоят, здесь в лесу я тут же и стану и буду спать. Люди на обочинах спят, ничего не боятся. Я там буду бояться кого-то спать. Тем более, тут рассветет уже через 4 часа. Полпятого, ну что, полвторого. 9 часов паузу будем делать. У нас и так переработка уже. Часа два, наверное. Полтора, может. Вот клиптовцам я заехал. Да, два часа переработки. По общему времени. Что здесь? Есть тут, где стать? Нету. Или тут все забито? Я вот думаю, может не развернуться, да в колейку стать. Забито здесь все машинами. Или ехать дальше туда, там Лукойловская заправка. Короче, поехали искать. Где будем ночевать? Субтитры сделал DimaTorzok